Добрый вечер! В эфире «Веси Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Шукаев. Сегодня на западном склоне Эльбруса пропала группа туристов из шести человек, приехавших из Белоруссии. В подразлениях МЧС России группа не была зарегистрирована. На поиски выехали спасатели Карачаева-Черкесского поискового спецодряда имени Дзираева. 23 мая 2023 года в оперативную дежурную смену Центру управления кризисных ситуаций главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской республике поступила информация. Группа туристов из шести человек не уходит на связь с 21 мая. Оперативная группа ЦУКС в составе девяти человек двух единиц техники. Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении авиации. Информация на этот час. Спасатели продолжают работу. Поиски осложняются ухудшением погодных условий и сложным горным рельефом. В год развития промышленности, объявленного главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым, подписано соглашение с узбекской фирмой «Типтехника» о производстве в республике изделий медицинского назначения и расходных материалов. В рамках рабочего визита делегация из Узбекистана познакомилась с промышленными площадками города Черкеска. Все подробности расскажет Мурат Женкёзов. Первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Хазарчик Куев поприветствовал делегацию из Узбекистана и выразил уверенность не только в плодотворном экономическом сотрудничестве, но и развитии добрососедских отношений между двумя республиками. Первые шаги, которые в этом направлении считают очень позитивно и в плане экономических отношений, и в плане наших дружеских отношений. Год развития промышленности Карачаева-Черкесии открывает значительные возможности для реализации нового проекта по производству изделий медицинского назначения. Ранее был проведен анализ рынка медицинских изделий, проводились клинические исследования. Проведённая экспертиза подтвердила высокое качество и соответствие мировым аналогам. Идея по производству медицинских изделий давно уже обсуждалась в главой республике. Аршат Бориспич очень был заинтересован в этом проекте. Я до этого рассматривала варианты запуска фармацевтического производства, некоторых других моментов. Но вот на мой взгляд, поскольку уже давно этим занимаюсь, это очень реальная идея и очень реальный проект. И самое главное, очень хорошие партнёры, которые действительно готовы взаимодействовать и готовы предоставить свои уже наработки. Именно на мин санкции, наиболее из медицинских направлений, пострадавшие в этом плане направления, потому что полностью был импорт зависимым, скажем так. Можно производить расходные материалы более старые и расширенные в таком формате. Выступившие на подписании соглашения также выразили заинтересованность в сотрудничестве с зарубежными партнёрами, отметив социальную значимость проекта. Они подчеркнули, что в Карачаево-Черкесии создаются достаточно благоприятные и комфортные условия для развития бизнеса. Подписи под документами поставили первый заместитель председателя правительства Хазарчикуев и заместитель директора фирмы «Типтехника» Элёр Рахматов. В селе Хусак-Ардоник Зеленчукского района состоялась встреча рабочей группы с населением по социальной догазификации. Депутаты парламента республики и представители регионального отделения партии «Единая Россия», «Газпром» газораспределительная компания «Черкесский» и руководство района подробно рассказали о программе социальной догазификации и ответили на вопросы жителей. Репортаж Алихана Лепшокова. В селе Хусак-Ардоник совсем скоро появится газ. На сегодняшний день на завершающем этапе находится строительство распределительных газопроводов. В ходе встречи жители данного населенного пункта задавали вопросы касаемо программы социальной догазификации и какие документы необходимы для того, чтобы в свои домовладения провести газ. Представители акционерного общества «Газпром» газораспределения «Черкеска» отметили важность подобных собраний, чтобы разъяснить имеющиеся вопросы граждан. Газ будет бесплатно доведен до границ земельного участка, согласно федеральной программе догазификации. Но при этом мы знаем о инициативе местных органов власти о том, что газовая труба доводится также бесплатно до стены домовладения. А далее внутреннее устройство системы газопотребления и газоиспользующее оборудование может быть приобретено также по льготам, но это действует для отдельных категорий граждан льготных. Проложено 3,5 километра газопровода в селе Хусакардоник. После проведения всех строительных работ населенный пункт будет включен в программу социальной догазификации и уже жителям необходимо будет подать заявку на участие в этом проекте. При проведении работ по строительству распределительных газопроводов были также предусмотрены строительства газопроводоводов к 47 домовладениям из 60, которые есть в населенном пункте. Остальные 13 домовладений также будут догазифицированы. В любом случае есть газопроводвод или газопроводовода нет. Жителям всем нужно подать заявки в РЭС по Зенчукскому району на догазификацию. Жители села задавали вопрос о том, в каком случае могут отказать в заявке для социальной догазификации. Также граждане обращались с проблемой улучшения дорог внутри села после проводимых строительных работ. Газификацию у нас начали проводить, уже в основном провели. Остались некоторые улицы, где не было газификации. Вопрос по этим улицам был. Потом по улучшению после проведения троп, улучшения дорог был вопрос. На вопросы нам ясно ответили, четко по срокам тоже определились. По словам представителей акционерного общества «Газпром газораспределения Черкесск», все строительные работы по установке газопроводов будут завершены к концу этого месяца. И уже после начнется прием заявок от жителей на программу по социальной догазификации. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok На площадке ГТРК Карачаева-Черкесия прошел финал Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы». По итогам финала 14 орденов у Александра Целых, гимназия номер 17 города Черкесия, 13 орденов и одну медаль получил Алан Нагайлиев, аул Кумыш, и 12 орденов и одна медаль у Дианы Эркеновой из Привольного. Шесть агонистов стали призерами. Победителей и призеров наградили грамотами главы Карачаева-Черкесии, Министерство образования, свидетельствами и ценными подарками. Рашид Имрезов поздравил всех участников и пожелал новых побед и достижений. Победители финала представят нашу республику в Москве в ноябре. Здравствует возрожденный футбольный клуб «Нарт». Наша команда привезла из Назрани победу, обыграв лидеров со счетом 1-0. В планах у руководства и футболистов клуба достойно представлять республику на играх сезона зоны СКФО в третьей лиге и выйти во вторую профессиональную лигу российского чемпионата по футболу. Альбина Курачинова-Кенжева продолжит тему. Тренера и ребят мы застали на обновленном поле за тренировкой. Все в хорошем расположении духа. Сладкий вкус победы в Ингушетии добавил ребятам оптимизма и еще большего упорства в борьбе за лидерство чемпионата. А сейчас команда готовится к встрече с дагестанским «Динамо», которая состоится уже завтра в Махачкале. Главный тренер Алексей Жданов приехал из Волгограда, чтобы наставлять футболистов и делиться бесценным опытом. А помогают ему в этом Владимир Саркисов и Алан Диов. Мы постараемся со своей стороны сделать максимум, приложить максимум усилий, чтобы зритель радовался, приходил, забивал трибуны полностью и радовался нашим не только победам, но и поражениям, потому что в футбол такая игра. Ну, все бывает. Первая домашняя встреча состоится 31 мая на стадионе «Нарт» Суор Дагестан из Каспийска. К этому дню готовится большой праздник. Об этом рассказал генеральный директор клуба Алибер Куртмазов. Ждем. Вход будет бесплатный. Перед этим будет концерт. И на будущее всех приглашаю сюда к нам в гости. У нас хорошие ребята, хорошие футболисты. И мы на них надеемся. У нас большие планы на них. И я благодарен главе республики, что он поддержал и болельщиков, и нас поддержал. То, что выделили нам бюджет, и мы начали играть в этом сезоне. За любимый родной клуб приехал выступать воспитанник детской спортшколы «Победа» из Московского и Волгоградского ротора, ведущий многолетний игрок и лидер Ставропольского «Динамо» Азамат Курачинов, который сейчас выступает в амплуа нападающего и капитана нарта. Добиваться побед будем стараться в каждом матче. Благодарность главе Карачаева-Черкесии Рашиду Борисповичу Тимрезову. Без него этого всего бы не было. Огромное спасибо от лица всей команды, я думаю, от всех жителей КЧР, потому что футбол очень сильно здесь любят. Его давно не было. Это спорт номер один в мире. Никита Чалый приехал из Новороссийской. Тепло отзывается о черкесске и о местных жителях. Готов достойно представлять нарт на играх. Я думаю, это только начало. Нам нужно на этой стезе идти, не опускать руки, только больше и больше прибавлять, прибавлять. Поэтому будем тренироваться, улучшать свое физическое состояние, наигрывать схемы. Команда новая, только собралась, поэтому я думаю, все у нас впереди. Поручение о создании профессионального футбольного клуба в республике глава региона озвучил в прошлом году на совещании в рамках подготовки к празднованию столетия Карачаева-Черкесии. За этим последует возрождение детско-юношеских футбольных школ, будет проведена работа по их материально-техническому переоснащению. А пока у руководства и команды просьба к болельщикам поддерживать родной клуб. Альбина Курачинова-Кенжева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева-Черкесия. В Рубском районе прошли масштабные конно-спортивные мероприятия. Конники застязались в пяти заездах на различных дистанциях и лошадях различных пород. В соревнованиях участвовали представители Карачаева-Черкесии и соседних регионов. О празднике и о победителях Али Баташев. Стремительно несущиеся навстречу победе всадники на лошадях различных пород. Преодоление финишной черты и сладкое чувство победы. Конные соревнования вызывают восторг у множества зрителей. Татьяна Таранова любит лошадей с детства. Лошади, конечно. Их красота и грациозность. Как они скачут. Как они скачут. Всадники на лошадях как скачут. Очень красиво, профессионально. Тем более на данный момент приезжают к нам из других республик на лошадях. На красивых лошадях. Очень приятно посмотреть. А ваша порода любимая какая? Карачаевская. Конники состязались в пяти заездах. Первый был посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Второй – дате возвращения карачаевского народа на историческую родину. Третий – памяти героя России Кономата Баташева. Четвертый заезд был посвящен поддержке СВО. А спортсмены пятого боролись за приз главы Карачаева Черкесии. Жакей Али Кейков одержал победу на вороном жеребце карачаевской породе. По кличке Куцый возрастом пять лет. Он вынослив и в состоянии преодолеть дистанцию еще большей протяженности, убеждены Жакей и хозяин лошади. «Передите своих родных и близких. Вот это самое главное. Лошади – это тоже член семьи. Надо к ним относиться, как относиться сам к себе. Расскажите вот о своем члене семьи. Все, я его вырастил. Это надо коня чувствовать. Не каждый человек может ощущать коня. Как далась эта дистанция? Это нормально далась. Еще на километрах хватило бы есть. Ты давно вообще задеваешься? Да, с детства. Сколько? С детства. С детства. Сколько важно, чтобы подготовиться победителем? Подготовить на лошади, наверное. После каждого заезда следовала торжественная церемония вручения наград победителям. Первые места в заездах завоевали Жакеи. Амир Беджиев, Салуат, Байрамуков, Зейнул Барлаков, Назир Джатоев, Алан Айбазов стал обладателем главного приза соревнований. Ксения Акулова приехала на соревнования поддержать свою сестру Ольгу Сафронову, которая занималась тренировкой жеребца «Хайр Грин». Конный спорт, лошади – это жизнь. Это хуже, чем наркотик. Если от наркотика можно отойти, от этого нельзя отойти. То есть, если ты занимаешься скачками, лошадьми, то ты готов свою жизнь отдать, да? Ну, все ради лошадей. Вы видели неподдельную такую игру эмоций на вашем лице? Ну, конечно, но если ты… Переживания такие. Если ты этой лошади отдаешь всю свою жизнь, все свои силы, все свои деньги, и мы, как тренера, там, жокеи, райдеры, владельцы, как не болеть, как не переживать, конечно. Побольше бы таких скачек проводили у нас в республике. В концертной программе мероприятия участвовал народный артист Кабардино-Балкарии Карачаева-Черкесии Алим Газаев, известный исполнитель Ислам Малсуйгенов и Зульфия Чочаева, фольклорный ансамбль Рубчанка, хореографический коллектив «Легенда гор» и другие артисты. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева-Черкесия, Рубский район. Сегодня в Черкесске по улице Октябрьская, 340, развернулась целая спецоперация по спасению кота. По рассказам жильцов, животное провалилось в вентиляционную шахту, и выбраться оттуда уже не было возможности. Спустя четверо суток отзывчивые люди нашли способ вызволить кота, пробив в подвале отверстие. Поддержку оказали волонтеры группы «Право на жизнь» и сотрудник ЖКХ. Все прошло успешно, код на свободе, и, как говорится, мир не без добрых людей. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Земский доктор». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова